Всем еще раз добрый день! Это снова я, Татьяна, и сейчас у нас урок фитнес-софт. Для тех, кто не был на предыдущем занятии, мы в любом случае сейчас проведем разминку. Подключайтесь даже если вы были на предыдущем уроке. Мы разомнем основные группы мышц, подготовим суставы и подготовим дыхательную систему. Чем отличается урок фитнес-софт от остальных силовых классов? Да, это класс силовой, несмотря на свое мягкое название. Он отличается темпом и набором упражнений. Темп здесь медленный, чем-то похож на пилатес или силовую йогу. Темп достаточно спокойный, каждый выбирает для себя свой собственный, чтобы дыхание не было учащенным, чтобы пульс не зашкаливал. Поскольку этот урок подходит для любого уровня подготовленности и для людей с ограничениями. Также, чем отличается этот урок, он не включает в себя какие-то прыжковые движения, не включает в себя подскоки. Мы работаем плавно, мягкими движениями, с собственным весом и без отягощений. Проработаем основные группы мышц, ноги, ягодицы, пресс, мышцы спины и руки. Внимательно слушайте мои рекомендации. Я говорю много, много полезного. То, что вам поможет понять данное упражнение и ощутить именно ту группу мышц, которую я хочу нагрузить. Программа составляется не просто откуда-то из космоса, а она берется из логически построенных цепочек. Так вот, мне нужно, чтобы следом за одной мышцей шла другая, чтобы либо подгрузить еще больше какую-то основную группу мышц, либо чтобы какая-то группа мышц отдохнула, а другая включилась в работу, чтобы не было переутомления. Поэтому важно, чтобы вы соблюдали все рекомендации. Разомнемся. Встаем в исходную позицию, пятки под тазовые косточки. Чуть сгибаем колени, подкручиваем таз вперед и напрягаем мышцы пресса. Важно сейчас, чтобы прогиб в пояснице ушел. Мы его вытягиваем, максимально скругляя поясницу внизу. Собираем лопатки, опускаем плечи к полу. Длинная шея. Начнем разминку с шеи. Суставной гимнастикой наклонами вправо и влево удлиняем шею с боковых поверхностей, с правого и с левого края. Старайтесь сохранять ровный ритм дыхания. Сейчас на протяжении всего урока делаем плавный свободный вдох и мягкий выдох. Желательно дышать вдох через нос. А выдох через рот. Далее переключаемся на движение шеи вперед и назад. Подбородок к груди. И подбородок в потолок. Поскольку у меня надет микрофон, я буду помогать себе рукой, чтобы звук от вас не уходил. Ваши руки свободны и опущены к полу. Далее будьте внимательны. Подбородок остался у груди. Мы работаем мягкими перекатами от плеча к плечу. Шея длинная сзади и вытянута по сторонам. Сейчас мне важно, чтобы вы не теряли исходного стержня в спине. Стержик протягивается от копчика следом до седьмого шейного позвонка, до выступа сзади шеи. Попробуйте пройтись полным кругом. Проворачиваем круг головой назад, за спину. И мягко возвращаясь к центру грудной клетки, меняем направление движения в обратную сторону. Продолжайте работу так же. Снова напоминаю, ваши руки свободны внизу. Я придерживаю микрофон, чтобы звук от меня не уходил. Еще пара повторов. Важно соблюдать комфортную амплитуду движения. То есть, если вдруг у вас где-то спазмирована мышца, на шее такое бывает нередко, особенно если вы занимаетесь спортом сейчас непостоянно, набегами. Поэтому следите за комфортным положением шеи. Если вдруг возник спазм, старайтесь обходить болезненную точку, оставаясь чуть выше, либо чуть ниже нее. Попробуйте оставить подбородок у грудной клетки и просто ощутить натяжение в задней поверхности шеи. Расслабьте руки и плечи. Вдох, макушка вверх. Далее круг плечами назад. Скользим лопатками вдоль друг друга. Лопатка вдоль лопатки. Шея длинная. Круг амплитудный. Не забывайте. Сейчас с выдохом, выводя плечи вперед, округляем спину. На вдохе раскрывая плечи назад, раскрываем грудь. Поменяйте направление движения. В обратную сторону рисуем круг плечами. Все так же с выдохом округляя спину, а на вдохе раскрывая. В следующий раз уберите лопатки, опустите плечи. Уведите руки перед собой до параллели с полом. Локти чуть согнуты. Вдох, ладони к потолку. Приводим лопатку к лопатке. Раскрываем грудь. Выдох, ладони вперед. Макушка следом за ними. Округляемся полностью. Продолжаем вдох раскрываться. Выдох, округляться. Суставная гимнастика обычно у нас идет либо снизу вверх, либо сверху вниз. Мы с вами пошли сверху вниз. Шея, плечи, лопатки. Далее будут локти, кистья. Поясница, тазобедренный сустав. Колени и ступы. Последний раз. Здесь опустите ладони вдоль корпуса. Снова раскроете грудь. Соберите лопатки, плечи к полу. Основание шеи всегда длинное. Сейчас уводим локти чуть вперед и совершаем круговые движения в локтевых суставах. Там выбирайте. Под себя работайте с комфортом. Круговые движения вначале в одном направлении. Старайтесь здесь при движениях локтя не двигать остальным телом. Важно не уходить плечами вперед. Плечи зафиксированы. Мы работаем только локотками. В обратном направлении. Круговые движения также в собственном темпе. Далее сбросьте усталость рук. Сожмите ладони в кулачок и двигайте запястьями. Круг в одном направлении. Эта разминка, та, что я сейчас показываю, может подойти и для более динамичных комплексов. Вы можете взять ее для заметки при работе дома. Поменяйте направление круга запястья в обратную сторону. Она может подойти также и для кардиокласса. Вот тот класс, который я показывала, домашнее кардио, вы можете заменить предыдущую разминку на эту и совершенно ни в чем не проиграете. Все ваши мышцы, все ваши суставы будут готовы к работе. Опустите руки. Сейчас работаем поясницей и задней поверхностью бедра, подключая тазобедренные суставы. Поставьте пятки на ширину плеча. Вытяните руки вперед. Сделайте вдох. И на выдохе наклонитесь от таза вперед параллельно полу, спиной и животом. Потяните ладони выше головы. Попробуйте здесь почувствовать натяжение по икроножным мышцам, задней поверхности бедра, области под коленом. Если чувствуете боль в пояснице, чуть согните коленные суставы. На выдохе поднимитесь и чуть прогнитесь спине назад. Еще раз. Вдох. С выдохом наклон. Вдох. С выдохом исходное. Еще. Попробуйте работать таким образом, чтобы руки были всегда чуть выше вашего взгляда. Но не нужно опускать голову глубже. Нужно поднимать руки выше. Еще три. Осталось два. Последний раз. Здесь чуть согните колени, опустите ладони на бедро. Поработайте только поясницей. Круглая спина вверх. Выдох. Прогиб в спине. Открыли грудь. Вдох. Еще. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Старайтесь работать с дыханием. Всегда ощущайте свой организм как одно целое. Не нужно исключать ни одного нюанса. Тогда ваша работа будет максимально плодотворной. Последний раз. Круглые спины вверх. Проработаем тазобедренный сустав. Опустите ладони на таз, пятки на ширине тазовых косточек. Мы совершаем круговые движения тазобедренным суставом. Вначале в одном направлении, далее в сторону поменяем. Сейчас колени прямые. Мы работаем, растягивая связки внутри тазобедренных суставов. Справа и слева старайтесь работать одинаковой амплитудой. Нам важно сейчас ощутить, как головка бедренной кости прокручивается внутри суставной капсулы. Поменяйте направление движения. Выполним также несколько повторов в противоположном направлении. Важно здесь не изгибаться в пояснице. Зафиксируйте спину, как будто бы вы приложили доску к животу и спине, и не можете сгибаться. Мы работаем только в линии таза. Последний раз. Перейдем к разминке колен. Сделайте выдох. Поднимите ладони вверх со вдохом. И на выдохе согните ноги в коленях. Здесь мы доходим не до полного приседа, а до полуприседа. Бедренная кость направлена в диагональ в пол. Вдох. С выдохом поднимитесь и уведите ладони к полу. Еще раз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Помимо коленных суставов, мы здесь подключаем также и тазобедренный. Поскольку мы уже его растянули, никакого дискомфорта это упражнение приносить не должно. Но в любом случае, все мы разные. У нас разные проблемы и разные заболевания. Если вы ощущаете, что это упражнение вам не подходит, продолжите разминать тазобедренный сустав, как мы делали в предыдущем блоке. Осталось три. Еще два. Обратите внимание на стопы. Пальцы, ног раскрыты. На полу прижаты полная стопа, пятка и носок. Последний раз. Приподнимитесь наверх, перенесите вес тела на левую стопу и оторвите правое бедро к себе. Обхватите ладонями правое колено. Сделайте круговые движения стопой в одном направлении. Старайтесь фиксировать себя в опоре на левой стопе ровно. И в другом направлении движения стопы. Сожмите левую ягодицу. Почувствуйте равновесие. Отпустите захват. Поменяйте сторону. Дышите ровно. Опорная нога чуть согнута в колени. Меняем направление круга. И возвращаемся ладони к дазу. Чуть согнутые колени. Правая стопа пальчиками внутрь. Подтянем подъем стопы. Правое колено стремится вперед. Чуть вытолкнули его. Покажу боком. Почувствуйте натяжение. Хорошо. Поменяйте сторону так же. Колено чуть вперед. Вернитесь в исходное положение. Наша разминка на этом окончена. Мы перейдем к основной части. Первый блок. Нагрузка на нижнюю часть тела. У нас будут выпады и приседания. Начнем с приседаний. Еще больше подготовим наши суставы к будущим упражнениям. Итак, поставьте пятки чуть шире плеча. Разверните носки и колени под углом 30-45 градусов. Представьте себе прямой угол. Присделите его пополам. Это и будет та диагональ, на которую нужно выстроить стопу и колено. Плотно прижмите к полу большие пальцы ног. Основание под ними, мизинцы. И основание под мизинцами. Также прижмите пятку, но постарайтесь чуть напрячь внутренний свод стопы. Хорошо. Если вы все сделали правильно, вы сможете спокойно оторвать пальцы от пола, не отрывая косточек под ними. Согните колени и отведите бедра в стороны носков. Подкрутите таз, напрягите пресс. Всегда втянут живот. Всегда ощущается легкий тонус в животе. Соберите лопатки и опустите плечи. Продолжим приседания с подъемом рук. Садимся вниз, сгибая колено. Бедрок параллели с полом. Корпус чуть наклонился. И поднимаемся вверх. Попробуем работать чуть скорее. Со вдохом вниз. На выдохе вверх. И снова. При движении к низу, обращаю внимание, вы можете увеличивать амплитуду движений постепенно. Ваш тазобедренный сустав должен чувствовать легкое раскрытие в стороны. Чуть растягивается внутренняя поверхность бедра. При этом при подъеме мы максимально напрягаем бедра и ягодицы. Хорошо. Сделайте еще четыре. Плечи не поджимаем к ушам. Плечи опущены к полу. Еще два. Последний раз также. Остаемся внизу. Здесь собираем ладони в замок перед грудью. Собираем лопатки. Локти направляем по сторонам. Попробуйте, не меняя положение бедер, опустить к полу левую ладонь и приподнять правую руку вверх. Вдох. На выдохе опустили правую, приподняли левую. Вдох. С выдохом ладони снова в замок перед грудью. Поднимаемся вверх. Выполняем цикл из этих движений. Садимся. Вдох. С выдохом раскрылись. Снова вдох. С выдохом раскрылись. Снова вдох. С выдохом выросли. Еще. Если вы чувствуете дискомфорт в области поясницы и знаете, что у вас есть проблемы в этой области, работайте обычными приседаниями в предыдущем варианте. Важно сейчас чувствовать свое тело. Подгружаем в бедро и спину. Умница. Осталось два повтора. Вес на пятках. Распределяем по центру. Финальный повтор. Распределяем по центру. Колени мягкие. Шея длинная. Вдох. На выдохе круглой спиной вырастаем. Сделайте пару повторов в своем темпе. Опускаясь. И поднимаясь. И поднимаясь. Плечи и шею. И добавьте мягкие развороты вправо и влево предплечьями и локтями. Раскачивая верхнюю часть корпуса, удлиняем поясницу с двух сторон от позвоночного столба. Готовимся к следующему блоку на бедра и ягодицы. Отпустите захват. Круглой спиной приподнимитесь наверх снова. Вытянитесь за макушкой в потолок. Я останусь к вам боком. Вы можете стоять в любой комфортной позиции. Сейчас, чтобы было меня слышно и видно. Итак, ладони к тазу. Будьте внимательны. Ставим пятки на ширине тазовых косточек. Раскрываем грудь. С выдохом делаем шаг правой стопой назад на носок. Сейчас вес тела подаем к впереди стоящей левой стопе. Левое колено согнутое и находится точно над левой пяткой. Правое колено также мягкое. Не выпрямляйте ногу назад. В этом положении подкрутите таз, напрягите пресс и чуть наклонитесь в диагональ макушкой вперед. В этом положении мы осваиваем выпады. Обращаю внимание, стопы не стоят на одной полосе. Они держатся в параллели друг с другом. Делаем вдох. Садимся к полу, сгибая оба колена. Угол во впереди стоящем колене прямой 90 градусов. На выдохе поднимаемся вверх. Колени остаются мягкими. Продолжаем так же. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Не ставьте ноги очень широко. Если при движении вы ощущаете, что нагружается задняя нога, вы чувствуете перерастяжение. Нужно подшагнуть чуть ближе. Нагрузка уходит на переднее бедро. Сделайте еще три. Два. В последний раз останьтесь внизу и поднимите ладони над головой. Вырастая вверх, руки выпрямляем. Опускаясь книзу, собираем лопатки. Внимательно. При сведении лопаток плечи внизу, а локти ушли чуть назад. Пальцы раскрыты. Продолжаем. Выдох и вдох. И снова. Представьте, что у вас в ладонях тяжелые предметы, которые мы вначале хотим мягко опустить, скользя лопатками вдоль позвоночника. А далее хотим мягко вытолкнуть. Осталось четыре. Три. Два. В последний раз опустите ладошки к тазу. На выдохе подшагните правым носком к себе. Вдох. С выдохом шагаем снова назад. И опускаемся в положение выпада. Продолжаем. Выдох. Шаг вперед. Вдох. Назад. Выдох. Опустились. Вдох. Продолжаем. Нагружать левую ягодицу и левое бедро. Старайтесь работать максимально симметрично. Важно, чтобы ни правая, ни левая тазовая кость не опускались к полу глубже соседней стороны. За следующим повтором усложняем при подъеме. Отрываем правый носок от пола и уводим правое бедро к параллели с полом. Важно, чтобы опорная левая нога была чуть согнута в колени. Держите спину ровной. Напрягите ягодицу. Здесь поднимаем ладони и держим баланс. Далее. С выдохом шагаем назад. Сгибая оба колена, скользим лопаткой к лопатке. Вспоминаем предыдущее упражнение. При подъеме снова вверх. Поднимаем бедро. Работаем в динамике. Выдох. 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 Подключаем лопатки, плечи, бедра и ягодицы. Стараемся отключить поясницу. Еще четыре. Осталось три. Два раза. Последний раз. Останьтесь внизу и удержите позицию выпада на три дыхательных цикла. Первый. Второй. Третий. Уходим в баланс. Ладони в замок перед грудью. Четыре. Три. Два. Молодцы. Встряхните ноги. Сейчас мы растянем ягодицы и бедро. Левой ноги. Обратите внимание. Вес тела на правой ноге. Приподнимите левую пятку на правое бедро. Если не выходит, помогите себе руками. Можно держаться за стеной, либо какие-либо предметы дома. Согните правое колено и почувствуйте растяжение в левой ягодице. Дышите. Четыре. Три. Два. Отпустите захват. Далее здесь расслабляем спину с двух сторон. Ставим правую стопу перед левой. Левую ладонь на левое бедро. Правая рука вытянута в сторону. Чуть диагональ вперед. Снова исходная. И наверх. Поменяем ногу. Также упор. Рука в потолок. Наклон. Чуть в диагональ вперед. Снова над ухом. И наверх. Хорошо. Встряхните ноги. Допустим. Сделать небольшой глоток воды. У нас нет плотной кардиоработы. Но во время выполнения упражнения старайтесь всегда поддерживать водный баланс. Даже при выполнении упражнения в медленном темпе мы теряем нога воды. Нам нужно всегда поддерживать уровень. Особенно в жаркую погоду обращайте внимание, что чем выше градус на термометре, тем больше процент воды требуется каждой клеточке нашего организма, поскольку она просто испаряется и уходит на охлаждение организма. Всегда добавляйте себе летом порядка полулитра, либо даже литра воды. Также, как во время тренировочных дней, мы увеличиваем потребление воды, также либо на 0,5, либо на литр, в зависимости от вашего веса. Высчитывается это по миллилитрам на каждый килограмм вашего тела. Итак, сейчас переходим к нагрузке на соседнюю ногу, становимся в исходную позицию, пятки под тазовые кости, чуть сгибаем колени, подкручиваем таз, напрягаем пресс. На выдохе делаем шаг левой с тобой назад на носок. Шаг достаточно широкий, но вам должно быть комфортно, да? Вы не должны стоять в полушпагате. Пятка правой, ноги плотно прижаты к полу, а левая наоборот оторвана. Правое колено находится над правой пяточкой, левое колено чуть согнуто, работаем выпадом. Вдох, вниз, выдох, вверх. Постарайтесь не менять положение поясницы, то есть мы не должны наклоняться каждый повтор. Мы сгибаем колени, а спина остается в исходном лучшее, чуть диагональ. Постарайтесь почувствовать, как сжимаются ваши ягодицы при подъеме вверх. Постарайтесь почувствовать свое бедро. Постарайтесь ощутить обе ноги в работе. Сейчас подключим вверх. Поднимите ладони над головой и скользите лопатками к низу. Раскрылись вдох, вытянулись выдох. Собирая лопатки, важно чувствовать нагрузку на спине. То есть мы движемся не шеей, не талией, а лопатками. Мы сводим именно их назад. Продолжайте выполнять. Еще четыре. Три. Два. Последний. Опустили ладони к тазу, вес подали правой стопе. И подшагнули к себе, уйдя в баланс. Сейчас будьте внимательны. Снова усложняем наш блок. Поставьте левую стопу на носок рядом с правой пяткой. Чуть согните правое колено. Делаем шаг левой стопой назад. Сгибаем колено в выпад. Вдох. Вырастаем вверх и подшагиваем к себе. Выдох. Назад вниз. Вдох. Вперед вверх. Выдох. Хорошо. Продолжайте работу. Важно не толкаться сзади стоящей стопой, а работать, перенося вес вперед. Я могу даже не касаться ногой пола, а на практически на весу. Весь вес впереди у меня. Работаем так же. Еще три. Осталось два. За последним повтором будем внимательны. При подъеме вверх, открываем полностью левую пятку от пола и уходим в баланс. Приподнимаем ладони над головой. Здесь вдох. С выдохом шаг назад. Выпад. Сводя лопатки, скользим ими вдоль позвоночника. Далее с выдохом вырастаем вверх и на вдохе поднимаем бедро. Продолжаем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще. Направьте усилие в правую негодицу. Направьте усилие в область между лопаток и заднюю поверхность плеча. Еще четыре. Осталось три. Руки продолжают макушку два раза. Последний раз. Далее будьте внимательны. Опускаем ладони к тазу, делаем шаг с тобой назад и опускаемся в выпад на три дыхания. Дышим. Глубже. Поднимаемся. Баланс. Левое бедро на весу, руки в замок на груди. Вдох. Три. Два. Отпускаем бедро, потянемся. Стопы параллельно друг к другу. Опускаем правую пятку на левое бедро. Ладони к тазу. Сгибаем левое колено и держим баланс, растягивая правую ягодицу. Три. Два. Вырастаем. Стряхнули ножки. Левое стопо перед правой ногой. Правая рука в упоре на тазобедренном суставе. Левая рука ушла в сторону. Взгляд из-под руки. Ладонь в диагональ вперед. Взгляд за ладонью. Снова раскрылись. И опустили ладошку. Меняем ногу. Правое стопо перед левой ногой. Упор. Ладонь. Подтянемся точно в бок. Взгляд из-под руки. Ладонь в диагональ вперед. Взгляд за ладонью. Снова наверх. И вырастаем. Хорошо. Сейчас мы переходим к нагрузке в портере внизу. Опуститесь на пол через круглую спину. Чуть согните колени, подкрутите таз. Опустите подбородок грудной клетки и мягко позвонок за позвонком. Коснитесь руками пола. В крайней точке внизу, чуть согнув колени, делаем 4 шага ладонями вдоль, ковраль вперед. Вес тела подаем ладоням, опускаем колени к полу. Удлиняем носки назад вдоль ковра и уходим за ягодицами к пяткам. Лоб в пол, расслаблено шеей, отдышим. Здесь, в этом блоке, мы также будем продолжать работу и над верхом, и над низом нашего тела. Все блоки у нас включают в себя функциональное упражнение. Будьте внимательны. Сейчас мы включим мышцы Кура и спину. Выходим снова на 4 точки ладони и колени и опускаемся на локотки. Локти опускаем точно под плечевые суставы. В этой позиции делаем пол шага коленями назад и смещаем вес тела на локтевые суставы. Встаем в полупланку. Лопатки супраны, плечи увели назад и вытянули шею. В этом положении попробуйте сместить вес тела на правый локоток и увести назад левую руку. Вдох. На выдохе толкаем таз вверх. Встаем так, чтобы угол в колене был прямым. Вдох. С выдохом снова подаем вес тела вперед и встаем в полупланку на одной руке. Сделаем еще три. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Два раза. Участвуют мышцы пресса, плечи и спина. Последний раз. Опустите левый локоть, поменяем сторону. Вес тела на левой руке. Правую руку удлиняем назад и работаем так же. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще. Локоть правой руки прямой, вытянут назад. В последний раз здесь. Возвращаемся на оба локтя. Смена стороны. Важно, чтобы ковер под вами не скользил. В последний раз так же. И снова смена стороны. Четыре повтора здесь. Толкаем себя не ягодицами, а рукой. В последний раз. Локти в пол, ложимся вниз, опускаем лоб на полотенце, либо на пол. Удлиняем мышцы шеи, подключим верхнюю часть спины. Большие пальцы направлены вверх, пальцы рук раскрыты. Шея опущена к полу, лоб прижат. Локти согнуты под прямым углом, лежат на одной линии с плечевыми суставами. Выдох. Проворачиваем лопатку к лопатке внутрь и назад. Наша задача как будто бы сдвинуть лопатки к центру, к позвоночнику. Отсюда выводим руки вперед, выпрямляя локти. Далее снова сгибаем локти, лопатки собраны и опускаем предплечье на пол, расслабляя область между лопаток. Попробуем работать вместе со мной. Подняли лопатку к лопатке, выдох. Вытянули вперед, вдох. Снова собрали лопатку к лопатке, выдох. И опустили вниз, вдох. Работаем в динамике. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще. Расслабьте шею и опустите лоб. Сейчас важно не перегружать основание шеи. Продолжайте выполнять в своем темпе. Объясню поподробнее про трапециевидные мышцы шеи. В основном, когда мы занимаемся сидячей работой и сидим неправильно, основную нагрузку на себя принимают именно они. И сейчас, когда вы работаете, сводя лопатки, мне нужно их разгрузить, а загрузить заднюю поверхность плеча, задние дельты и мышцы, поднимающие лопатку. Они находятся по центру спины, ближе к позвоночнику в области лопаток. Трапецию мы стараемся расслабить и отводить плечи всегда к тазу, вниз, назад. Продолжайте. Еще три повтора. Не забывайте дышать. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Последний раз. Отсюда внимание. Ладони под плечи. Выпрямляем руки в локтях. Вырастаем в полупланку на прямых руках. Ладони под плечами точно внизу. Стопы подкручены носками к полу. Здесь попробуйте приподнять от пола колени. Вырастаем в прямой луч. Упор лежа. Выдох. Сгибая колени. Толкаем ягодицы к пяткам. Ладони остались перед вами. Вдох. С выдохом выстреливаем и вырастаем в прямой луч. Вдох. Продолжайте. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Еще. Подключаем мышцы пресса, плечи, мышцы рук и спины. Также в статичной позе стабилизируя корпус. Подключается бедро. В следующий раз попробуйте остаться в домике. Кубчик направлен назад и оторвать левую ладонь от пола. Вернитесь. Попробуйте поработать на одной руке. Еще два. Последний раз. Поменяйте сторону так же. Если вам очень сложно, вы можете каждый повтор касаться ладонью пола. Если вы хотите усложнить, оставьте руку вытянутой назад. Смена стороны. Напоминаю, простой вариант выглядит следующим образом. Касаемся пола рукой. Сложный вариант. Не касаемся пола. Смена руки. Последний повтор. Две руки на пол. Ложимся. Повторим предыдущий цикл. На сведение лопаток. Локти под прямым углом. Лоб опущен. Дышим глубоко и ровно через четыре. Три. Два. И поднимаем лопатку к лопатке. Выдох. Вытягиваем руки вперед. Вдох. Собираем лопатки назад. Выдох. Опускаем предплечье. Вдох. Продолжайте. Помните про то, что я говорила о трапециевидных мышцах. Плечи к ушам не надо подтягивать. Работаем расслабленной шеей. Выполним еще шесть повторений в своем собственном темпе. Эти упражнения прекрасно укрепляют верхнюю часть спины. Избавляют вас от сутулости. Помогают позвоночному столбу распределять нагрузку верно. Вдох. Иначе, если нагрузка распределяется не совсем правильно, возникают такие проблемы, как протрузия и грыжа меж позвонками. Выполняем последний раз. Далее. Приподнимаем лопатку к лопатке. Отрываем предплечье от пола и пружиним вверх. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Опускаем к низу. Делаем глубокий вдох. Спокойный выдох. Новый вдох. И на выдохе снова выполняем семь пружинок вверх. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Вниз. Снова вдох. Выдох. Вдох. С выдохом семь пружинок вверх. Семь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Последний раз. Вдох. Выдох. Вдох. И с выдохом семь пружинок. Финиш. Семь. Шесть. Колени и левого бедра также плотно лежат на полу. Грудь опущена. Оба плеча внизу. Выдох. Толкаем правую пятку вверх. Опора сейчас касается только правой тазовой кости. Левая тазовая кость чуть оторвалась от пола. На нее мы не опираемся. Правая тазовая кость плотно внизу. Но, обращая внимание, левая тазовая кость не должна быть в развороте. Опустите правое бедро вниз. Вдох. И толкните снова пятку вверх. Выдох. Продолжайте. Вдох. И выдох. Даже небольшая амплитуда движений позволит вам почувствовать ягодицу сейчас. Старайтесь не поднимать ногу слишком высоко. Так, чтобы не ощущалась поясница. Сделайте еще десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. 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 Оставьте ногу на весу. И попробуйте выпрямить колено. Носок вытянут назад. Снова согните колено. Пятка вверх. Выпрямите колено. Носок назад. Согните. Пятка вверх. Сделайте еще три. Выдох. Выдох. Вдох. 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 Ножку уже не опускается. Выдох. Выдох. Вдох. 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 Назад. Вверх. Вниз. Еще. Нижняя часть спины подключается как вспомогательный инструмент и также укрепляется. Но вы не должны ее перегружать. Иначе основные лавры сейчас от этого упражнения заберет поясница. А мне нужна ягодица и бедро. В следующий раз будьте внимательны. Попробуйте приподнять сразу два бедра вверх. Сделайте выдох. Опустите два бедра вниз. Сделайте вдох. Осталось восемь. Если очень сложно работать сразу двумя ногами, продолжайте работу поочередно по одной ноге. Еще пять. Четыре. Три. Два. Последний раз задержитесь наверху. Попробуйте поочередно выпрямлять колени. Назад. 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 Десять. Девять. Ноги оторваны. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Штыре. Три. Два. Опустите бедра. Глубокий вдох. Спокойный выдох. Еще раз вдох. И снова на выдохе отрываем оба бедра и работаем, вытягивая колени. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Последний. Опустили бедра. Дышим. Глубокий вдох. Спокойный выдох. И снова вдох. И на выдохе поднимаем оба бедра. Финишная прямая. Вытягиваем колени. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Обе пятки в потолок. Пружиним вверх. 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 Это последнее упражнение. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Молодцы. Удлинили ноги в коленях. Расслабились. Ладонь на ладонь. Лоб на ладонь. Стопы подкручены носками в пол. Мягко скручиваем пятки вправо и влево. Хорошо. Возвращаемся. Ставим ладони под плечи. Локти направляем назад. Отрываем от пола грудь, живот, таз. И уходим в наклон вытяжения ягодицами к пяткам. Последний блок нагрузкой на руки. И заканчиваем работу прессом. Внимательно возвращаемся. Ладони ставим точно под плечи. Локти направлены строго назад. То есть никакой ротации в сторону. Закрыли локтевой сустав назад. Вытянули шею. На выдохе. Прямой линией в пояснице, груди. Опускаемся к пулу. И не касаемся его. Дышим. Локти согнуты. Низкая полупланка. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Поднимаемся. Остаемся в полупланке. Четыре. И провисаем. Три. Два. Вдох. На выдохе снова сгибаем локти не до конца. Стоим. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Поднимаемся. Важно не касаться пола с животом или грудью. Сейчас мы стараемся удержать прямой луч к низу. Три. Два. Один. Снова к низу. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Наверх. Подъем. И последний раз через четыре. Три. Два. Опускаемся. Десять. Девять. Восемь. Держаться со мной. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Подъем. Молодцы. Круглая спина назад. Отсюда, поднимаясь на четыре точки, подтягиваем колени к ладоням. И разворачиваемся. Садимся на ягодицы. Переходим к работе над прессом. Обращаю внимание, также максимально слышим мои рекомендации по поводу постановки и по поводу спины. Ладони под бедра. Опустив на пол седалищные косточки, подкручиваем копчик, втягиваем живот и позвонок за позвонком опускаемся к полу. Здесь. Пятки ставим на ширине тазовых костей на таком расстоянии от корпуса, чтобы угол в колене был острее 90 градусов, но не подтягиваем пятки к ягодицам. Таз подкручен. Таз подкручен, живот подтянут, а поясница скруглена. Ладони через стороны уводим наверх за макушку. Шея длинная сзади, подбородок направлен в сторону груди. Ладони поднимаются вверх над центром грудной клетки. Делаем вдох. На выдохе, следом за руками и макушкой, позвонок за позвонком. Отрываем от пола лопатки и скручиваемся вперед. Шея длинная, вытянута, подбородок на одном и том же расстоянии от грудной клетки, что внизу, что наверху. Ребра тянутся к тазу, пупок внутри. Выдох. Ложимся вниз. Ладони удлинены за макушкой наверх. Вдох. Выдох. Поднимаемся вверх. Ладони удлинены голенем. Вдох. Продолжаем. Выдох. Вдох. И вверх. Выдох. Вдох. И вниз. Старайтесь работать синхронно, доводя себя до максимальной точки напряжения пресса и до крайней точки выдоха. В следующий раз задержитесь наверху. Здесь постарайтесь приподнять от пола к груди правое колено. Вдох. На выдохе поменяйте сторону. Вдох. С выдохом опустите стопу и лягте. В следующий подъем сопровождаем подъемом левого колена к себе. Меняем сторону. И опускаем бедро. Ложимся. Чередуем. Вверх. 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 Осталось четыре. Вверх. 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 Три раза. Вверх. Вверх. Вниз. Два всего. выдох выдох вдох последний раз выдох 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 опустились приподняли от пола обе стопы здесь ладони вдоль корпуса прижаты к полу шея сзади вытянута на выдохе пробуем вытянуть оба колена носками уйти в диагональ в потолок поясница при этом округлена найдите для себя нужную высоту чем ниже вы опускаете бедра тем больше нагрузки уходит на пресс но если пресс не справляется он эту нагрузку передает поясница поэтому самый простой вариант удлинять носки вверх более сложный середина угол 45 градусов и самый сложный параллель с полом через сгибание колен возвращая бедра к себе и снова вытягиваем выдох вдох выдох вдох если вы даже при подъеме ног в потолок ощущаете свою спину подскажу вам более простой вариант стоя на локтях сзади ловите себя и округляйте поясницу и в этом блоке продолжайте работу с вытяжением ног этот вариант также подойдет для нашей работы осталось четыре три два последний раз оставьте колени согнутыми здесь ладони оторвались от пола мы позвонок за позвонком приподнялись сделали хлопок перед бедрами сделали вдох на выдохе опускаясь к низу ладони ловили через стороны наверх за макушку а носки вытянули вперед продолжаем выдох 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 еще выполняем еще один повтор далее поднимаемся к верху ладони уводим голове и скручиваемся локтем до колена вытягивая противоположное бедро 21 снова ложимся выполняем подъем из предыдущего цикла первый вытянулись второй вытянулись снова скручиваемся в диагональ 4 3 2 ложимся подъем вытяжения 1 2 и скручивание 4 3 2 выполнив 4 повтора с чередованием 1 2 скручивание 4 3 2 2 еще три раза 1 2 скручивание 4 3 2 осталось 2 1 2 скручивание 4 3 2 последний повтор вверх вверх и скручивание 4 3 2 отсюда будьте внимательным махом колен поднимаемся вверх стопы на полу ладони под бедрами округлив поясницу коснитесь крестцом пола и оторвите стопы от ковра попробуйте найти баланс в этом положении мягко перекатываемся полностью прижимая поясницу пола но не укладывая нижних ребер и махом ног снова вырастаем баланс здесь постарайтесь подтянуть ребра к бедрам не касаться стопами пола выполняем в своем темпе выдох вдох выдох еще два следующий раз усложним оторвите руки от бедер и попробуйте выполнить то же самое без захвата рук 3 повтора всего 1 2 3 сидим в балансе удерживая поясницу круглой мягко опускаемся полу носки на себя попружение в ладонями к стопам заканчиваем шестнадцать пятнадцать четырнадцать тринадцать двенадцать колени могут быть чуть согнутыми десять девять восемь семь шесть пять четыре три два закончили молодцы скрестили стопы и раскрыли мышцы бедер колени направили по сторонам мягко покачали справа и влево крестец и копчик по полу мягко массируем их добавляем круговые движения крестцом в одном направлении и в противоположном возвращаемся растянем внутреннюю поверхность бедра здесь возьмите с ладонями за область голеностопа либо за голень близко к стопе совместите пятки и носки подтяните пятки к паху постарайтесь тянуть колени широко по сторонам дышите крестец и копчик распластались по ковру две половины спины плоско прижаты к полу в этом положении попробуйте перехватиться ладонями за большие пальцы ног либо за подушечки под пальцами если не выходит оставайтесь в предыдущей версии держитесь за голень на выдохе не отрывая лопаток от пола пробуем выпрямить левую ногу в колени оставляя правую плотно прижатый вниз опускаем левую стопу меняем в сторону правая нога напоминаю у всех разный уровень растяжки вы можете держаться не за носок а за голень выглядеть это будет следующим образом осталось 4 3 2 за следующим повтором пробуем выпрямить оба колена вытянуть пятки по сторонам и надавить руками изнутри к наружу так чтобы вы ощущали большее натяжение мышцах бедра 6 5 4 3 2 собираем стопы помогаем себе руками и аккуратно перекатом встаем наверх здесь обнимаем себя под бедрами и откатываем круглую спину назад вырастаем макушкой вверх ладони позади вас выпрямите правую ногу в колени и поднимите носок вверх левая стопа стала с внешней стороны от правого бедра правая рука локтем уходит к левому колену левая рука позади вас выталкивает грудь вперед и вверх взгляните назад за свое левое плечо и постарайтесь толкаться правым локтем от левого бедра 3 2 1 отпустите захват и поменяйте сторону левый локоть правое бедро правая рука позади вас выталкивает грудь вперед взгляните за правое плечо 3 2 1 вернитесь к центру развернитесь лицом ко мне здесь соберите стопы в комфортное для вас положение и опустите ладони на колени либо колени круглой спины потянитесь назад и по задней стенке мягкими перекатами растяните область спины сверху здесь мы как будто бы гладим своей поясницей и грудным отделом стену сзади 3 2 переходим вперед и так же прогибом перекатываемся уже по передней стенке 3 2 1 к центру выпрямились в спине ладони в замке перед собой округляем назад спину и разворачиваем ладони вправо влево 4 3 2 к центру ладони вверх сгибаем правый локоть голова назад вытянули трицепс и мягким наклоном влево потянули спину с правого края отпускаем захват меняем руку голова назад наклон вправо возвращаемся и мягко тянем шею плечики внизу наклон шеи вправо напрягли левую руку и оттянули от себя вниз меняем сторону шея влево напрягли правую руку и оттянули от себя вниз и к центру подбородок на грудь ладони в замок на затылок локти к полу мягкие перекаты вправо влево 3 2 1 вернулись к центру выросли макушкой вверх финальный вдох собираем всю полезную светлую теплую энергию ладони объединяем в замок и направляем на центр груди к сердцу спасибо хорошего вам дня буду рада вас видеть снова